20 ноября в России ознаменован Днем правовой помощи детям. В Алданском районе в течение месяца проходили различные мероприятия и акции, направленные на защиту прав детей и подростков, а также формирование у них юридической грамотности. Итогом работы стала игра «Закон и ребенок». Тему продолжит Татьяна Вахнина. Дуралекс, седлекс. Древнейшее изречение «Закон суров, но это закон» явилось девизом первой районной игры «Закон и ребенок». В правовом поединке сошлись учащиеся алданских школ и студенты политехникума. Проект инициировал Центр для несовершеннолетних при поддержке администрации района. В течение месяца мы проводили различные мероприятия, лекции, лектории, встречи, беседы с ребятами, для того, чтобы понять, какие у них интересы, чем они интересуются, и направить их на право сознания. И вот итогом всего этого крупного проекта, который мы проводили, явилась вот эта игра. В игре участвовали шесть команд. Юным правоведам предстояло ответить на теоретические вопросы, разобраться в предложенных соперниками ситуациях и смоделировать конфликт, разрешение которого прописывали бы различные кодексы. Немало изобретательности и находчивости требовали творческие конкурсы. Задания были нацелены как на раскрытие имеющихся у ребят знаний, так и на повышение грамотности и на формирование мотивации к знакомству с его величеством законом. Целью этой игры является создание условий для проявления наших детей в интеллектуальном, в творческом потенциале, для того, чтобы развивать у них правовую, конечно же, культуру. В состав жюри входили сотрудники администрации, практикующие юристы, представители социальной защиты и органов профилактики. По словам судей, подобные проекты чрезвычайно познавательны и актуальны. Закон и ребенок будет проводиться ежегодно.